Субтитры предоставил DimaTorzok 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 По мнению Ули Андреаса Лендемана, генерального консула Норвегии, главная туристическая фишка Арктики и ее этническая составляющая, обычай, традиции, быт, гастрономия коренных жителей, которые проживают на этих территориях. Одним из мощных стимулов развития туризма Арктики является культурная составляющая региона, его особенность. Арктика для нищ коренных народов. Коренные народы – главный драйвер развития арктического туризма. Один из постулатов, на которых должен основываться успешный турпродукт. Искушенные путешественники едут в суровые северные края, чтобы окунуться в особенную колоритную атмосферу. Сегодня в гонку за туриста, желающего попасть в Арктику, включились все северные регионы. Мурманск, Ямал, Чукотка, Красноярск, Архангельск, Ненинский автономный округ. Одним из самых продвинутых в этом плане субъектов России выступает Якутия. Вчера посмотрела, сегодня послушала в музее. И очень много схожего вообще в принципе. Абсолютно очень много, как будто я нахожусь практически у себя просто. Но есть одна существенная разница, в которую, позвольте, я сегодня не буду вам это говорить. Но это навело меня на мысль, что мы, наверное, оптические субъекты, позвольте так себя назвать, должны, собственно, где-то сесть, собраться и понять. И определить некую свою отличительную фишку. То есть, что есть у меня в Якутии арктический туризм. Я уже для себя поняла, чем я буду отличаться, например, от вас, гостеприимные хозяева. То есть, наверное, и также другие территории. Каждый регион должен найти свою особенность и предложить туристу такой продукт, который не смогут предложить в других субъектах арктической зоны. А далее, считают участники форума, необходимо активно его продвигать. Это проблема общая в России. Это не только проблема немецкого округа. Это проблема всех наших регионов. Это продвижение юристических наших. Вот о другом я хотела сказать подробнее, потому что это очень важно, чтобы наши люди знали об этом. И как-то стремились, может быть, узнать больше нашей России. Ведь Арктика, в любом случае, по нашему мнению, это такой эксклюзивный продукт. Но пока о нем немногие знают. Еще один момент, о котором также говорили на форуме, это доступность. Безусловно, Арктика должна быть доступной. Путешествия в северные края не должны быть сопряжены с долгими перелетами и безумными финансовыми тратами. И здесь, Неницкому округу, есть чем похвастаться, отмечают участники международного форума. Мы доступная Арктика. И, прежде всего, это связано, наверное, с тем, что два с половиной часа перелета что с Москвы, что с Санкт-Петербурга. И мы находимся с вами здесь, в Арктике. Стоит отметить и тот факт, что развитие туризма в Арктике сегодня рассматривают как фактор устойчивого развития территорий. Вложения в туристскую индустрию Арктики целесообразны не только с экономической точки зрения, но и социальной. Развитие туристской инфраструктуры, которой смогут пользоваться в том числе и местные жители, будет способствовать росту качества жизни в регионе. Туристического бизнеса, как свидетельствует опыт наших соседей, есть все возможности быть витамины и стать настоящим драйвером для малого бизнеса. О туризме, как о секторе экономики, говорят и представители Ямала, где этот вид деятельности поставлен на широкую ногу. Конечно, нам очень сложно тягаться с валовый региональный продукт, с нефтяной, газовой отраслью, так же, как и в Ненинском автономном округе. Но, тем не менее, 0,4% ВРП мы имеем, что называется. То есть, пускай это небольшой процент, но, тем не менее, он есть, мы от него никуда не уйдем. И наша задача только повышать этот самый доход. Причем, по итогам 2015 года наблюдается небольшой рост именно туристских услуг, согласно данным Ямалстата. Кроме того, туризм на Ямале – это та сфера, которая почти полностью лежит на плечах малого и среднего бизнеса. Государство со своей стороны поддерживает их грантами, помощью в информационном продвижении. И так, по словам участников Международного форума, должно быть во всех арктических регионах. В целом, форум стал эффективной площадкой для диалога между представителями власти, турбизнеса и научного сообщества для обмена опытом и распространения успешных российских и международных практик. Результатом совместной работы участников съезда должна стать стратегия развития туротрасли в Арктике до 2020 года. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению выросли на 4%. Кроме того, повышаются размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, сумма которых определяется, исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 8600 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 12900 рублей. Средние размеры пенсии граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 30 тысяч рублей и 32 900 рублей соответственно. При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии. В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2015 году пенсионеров, исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех. Сегодня в России повысились акцизы на автомобильный бензин на 2 рубля за каждый литр. На дизельное топливо они выросли на рубль за литр. За 2016 год это уже второе повышение акцизов. Предыдущее пришлось на 1 января, когда акциз на автомобильный бензин вырос на 1,5 рубля. Минфин, который инициировал повышение акцизов, предполагает, что рост стоимости литра моторного топлива в розничном секторе составит около 5% по итогам года, но не более чем прогнозная инфляция, то есть 7,5-8%. В любом случае за динамикой цен на АЗС будут пристально следить как Минэнерго, так и Федеральная антимонопольная служба, а также Комитет по бюджету и финансовым рынкам Советом Федерации. За период с 21 по 27 марта бензин подорожал на 0,3%. Дизельное топливо подешевело на 0,1%, сообщал накануне Росстат. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес страны w.trk.sever.ru. Далее прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok